Особое мнение на 101FM Добрый день. Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А напротив меня управляющий партнер международной юридической компании «Кассины партнеры», президент фонда поддержки предпринимательства «Содействие» Олег Кассин. Олег, добрый день. Добрый день. Олег, ну, в общем-то, сейчас в Кирове, наверное, две основных темы. Это коронавирус, конечно, не только в Кирове, но и в мире. И назначение сети-менеджера. Вот эта вот веселая и длинная история. Какая-то уже сказка про белого бычка. Да, вот мы разберемся, что это со стороны. Это сказка про белого бычка или это все-таки поиск реально какого-то лучшего варианта для нашего города. Да, давайте вот с этого начнем. К нам приходят депутаты, которые вот не так давно не поддержали, да, Дмитрия Осипова. Он победил в конкурсе, который, наконец-то, состоялся после там, спустя несколько месяцев. Рассказывают, почему голосовали против или почему воздерживались. А вы, по сути, человек, который за всем этим со стороны наблюдает. Можно сказать, что, может быть, даже, ну, практически обычный кировчанин, да, который смотрит за всем, что происходит, так же, как мы все на это смотрим. Я хочу вас спросить, что вы видите, какими словами вот это все можно описать? Можно такие в эфире произносить вообще или нет? Те слова, которые в эфире произносить нельзя, мы их и не будем произносить, да. А вот по поводу этой ситуации с выборами, ну, даже скорее с назначением, я бы назвал это так, нашего сити-менеджера, главы администрации. Но я думаю, что это подковерная возня, которая вообще, в принципе, туда подковерчу заглядывать. Смысла большого нет. И раньше было известно, кто станет главой города. Не мытьем, так катанием это будет господин Осипов. Других вариантов, я так понимаю, нет. Это кандидатура, согласованная и в правительстве Кировской области. Ну и сейчас выдано задание на проведение некой процедуры, которая бы легитимизировала данный выбор. Выбор это не людей, не депутатов. Выбор это правительство Кировской области. Только так. Его в любом случае назначат. Только вот когда, как, ну, к сожалению, система сбоит. И она будет сбоить, система власти, я имею в виду, и чем дальше, тем больше. Поэтому таких чудес мы с вами еще насмотримся, еще ой-ой-ой сколько. И, что называется, все веселее и веселее, если бы не было так печально. Так, и теперь по порядку. Вы много всего интересного сказали вот за эту минуту. Да, теперь по порядку. Под коверные игры, первое, что вы сказали. Что вы под этим имеете в виду? Ну, есть, соответственно, группы влияния, в том числе и в правительстве Кировской области, среди депутатов и депутатского корпуса, и среди, соответственно, исполнительной власти, непосредственно правительства Кировской области. Есть интересанты этого назначения, как губернатор, так и его там первый зам. Есть те, кто против. А есть те, которые бы хотели, чтобы, соответственно, их интересы в первую очередь учитывались и назначались там, ну, по крайней мере, пусть и не другие люди, но с, значит, с какими-то авансами, обещаниями, если назначат, то. И речь тут идет, я так полагаю, в любом случае о бизнесе. Кто эти люди? Кто эти люди? Я бы знал, я бы сказал, конечно, но явно, что это принимает решение не один только губернатор и не один только Чурин. Если бы они принимали решение, то Осипов уже был бы, скажем так, назначен главой администрации официально, со всеми печатями, подписями, согласованиями и так далее. То есть люди эти своего человека не предлагают, при этом хотят добиться каких-то гарантий, не знаю, обещаний, чего, ничего. Это же всегда так было. Есть бизнес у определенных влиятельных людей, которые являются, например, депутатами законодательного или собрания, или городской думы. Они хотят договориться на берегу, перед назначением главы администрации, что в период, когда будет этот глава администрации работать в городе, их бизнес-интересы, их бизнес-структур будут учитываться, и учитываться в первую очередь. Без этого мы вас не назначим, говорят они. И поэтому вся эта ситуация вот так и закручивается. И Дмитрий Осипов так долго не идет на уступки, или что происходит? А, это не Дмитрий Осипов вообще, епархия, ходить или не находить на уступки. Ему сказали работать, он работает. Сказали там копать от забора до заката, он будет это делать. Разговоры ведутся на уровне губернатора и на уровне Чурина. Вот и вся история. Я думаю, что об этом все знают. Ну, или догадываются. Но при этом депутаты вот к нам приходят, да, один за другим, и все говорят, что, значит, почему мы голосовали против, мы хотим показать, что мы против вообще такой системы, мы хотим, чтобы люди выбирали, мы, значит, за людей, мы этого добиваемся, и так далее. Так одно другому не мешает. Понимаете, мне кажется, и вот это основание, которое озвучивается депутатами, оно тоже имеет место быть. В любом случае подоплека есть. Подоплека — собственный интерес. В этом отношении он не озвучивается, конечно, там где-то в СМИ и так далее, но он есть. И об этом все знают, и все это учитывают. И именно то, что происходит сейчас, процесс, значит, торговли и выторговывания себе неких преференций, ну, именно вот то, что мы видим, это и есть, значит, подковерное, там, вот то, что стало известно, это и есть подковерная борьба, там, неких структур. Вот, а теперь вы сказали, что сбоит система, да, ну, на самом деле, наверное, такого же не было раньше, но никто не договаривался, 3-4 месяца, причем на глазах у всех, да, по сути? Конечно, конечно. Вот вы что имеете в виду под этим? Потому что система исполнительной власти, вообще система власти в России, начиная с президента Российской Федерации, заканчивая, там, любым заштатным мэром, она уже не вертикаль, там нет единоначалия, там есть бизнес-интересы, иногда они связаны с коррупцией, иногда с грязными схемами, поэтому никакой вертикали власти в Российской Федерации нет. Есть много-много, как, что называется, башен Кремля, которые воюют между собой. У нас в Кирове они тоже есть, пусть они так и не называются, пусть они так явно и не выражены, и мы не знаем зачастую фамилии, имена этих башен и этих интересантов, но они есть. Система власти раньше, еще там 5, 7, 10 лет назад, как сказал начальник, как сказал губернатор, например, в нашем случае, так бы все и было. И никто бы не вынес в СМИ или вообще в паблик какие-то там процессы переговоров, саботирования и так далее, всех этих важных назначений. Безусловно, оно важно. Сейчас, ну, не может власть. Она потеряла свою, ну, извините, потенцию, свою властность, она не может настаивать на своих интересах. Она просто не понимает, в какую сторону бежать и что делать. Нет четкого плана. На год бы усидеть, там, на полгодика бы свои там еще продлить полномочия. Все, это все горизонты. Ну, сейчас так происходит. А связано это? А связано это с общим состоянием, как бы, экономики Российской Федерации, в том числе и политической ее части. Связано это с коронавирусом, опять же, все вокруг крутится. Но в первую очередь, там, с падением цен на нефть. У нас же единственный источник – это угли, водороды, газ, нефть и так далее. Все. Нет денег больше. Бюджет пуст. Платить за лояльность нечем. Когда кончаются деньги, никакой идеи нет. Извините, все работают на свой эгоистичный интерес, на свой карман. Вот так и происходит. Все руководствуются сейчас только одним – своими интересами. Никакого государства в этом отношении нет. Деньги-то закончились. И это нам стало ясно теперь вдвойне. Нет денег – нет государства. Точка. Вот вся причина только в деньгах. Мы уже перешли к коронавирусу, по сути, да, когда вот вы как раз о том и говорите, что люди поняли, что каждый сам за себя, да, и где тогда оно, где государство. Но все-таки мы немножечко еще поговорим об истории с Осиповым. У нас в эфире накануне был депутат Владимир Журавлев. Он как раз вот придерживается стороны. Он оппозиционный депутат. Он придерживался точки зрения не поддержать, воздержаться от голосования. При этом он говорит, мы не хотели и мы не ожидали, что не пройдет Осипов. И то же самое и вот с бюджетом вышло. Он тоже говорит, что мы не ожидали, что бюджет в итоге, поправки в бюджет окажутся в стороне, что мы их не поддержим, потому что привыкли, что единой России всегда много, оппозиция всегда голосует против, значит, единая Россия в итоге все вывозит. Вот это правильная позиция вообще. То есть депутат приходит сам, говорит, что мы понимали, что по сути мы делаем немножко неправильно, но мы это делали. Просто выступить против и не думать о последствиях или что это, как это выглядит? Ну вот для меня, вы очень правильно сказали, как человека со стороны, как наблюдателя за этой ситуацией, выглядит это все очень и очень странно. Что ж у нас такая оппозиция, которая не предлагает ни своих кандидатов? Ну был кандидат, тут не можем объединять. Ну снялся, да? Снялся же? Он же ведь снялся, я так понимаю. Ну видимо, как говорят, посмотрел на все, что там происходит, понял. Ну и в этом я его, конечно, тоже понимаю как человек, но тем не менее, ну снялся. Ну не было кандидата от оппозиции, по большому счету. Вот его не было. И понимаете, так случилось странно. Это же такой важный вопрос, кто будет главой администрации. И так случайно произошло, что взяли да заблокировали. Ну это вообще, это прям смешно. Все это за такая запартия власти, которая даже не смогла собрать своих депутатов на такое важное голосование. Это провал. Надо писать вообще всем так-то. И в первую очередь губернатору прошение об отставочке-то. Он же у нас глава регионального отделения партии «Единая Россия». Пусть пишет. Прокол-то вообще космический. Ну это позорище огромное. Я так понимаю, таких вещей-то не прощают. Ну не прощали бы, если бы это было до того, как вот кресло прям под всеми, начиная с президента Российской Федерации, зашаталось. Сейчас это нормальная ситуация. И такая ситуация будет не только в Кирове. Такая ситуация будет во всей стране. Потому что все сейчас разбежались по своим норкам. И плевать все хотели на какие-то общие интересы. Партийные, непартийные, без разницы. Вот поэтому так и произошло. Поэтому, конечно, Журавлев, я понимаю, он просто даже был удивлен. Никто этого не планировал. Абсолютно все планировались подоговариваться, сделать подобие и видимость политической борьбы в городской думе. Но вот получилось, результат получился. И все растерялись. Ну, с другой стороны, вот с одной стороны, вы говорите, что сейчас каждый сам за себя разбежался по норкам. А с другой стороны, может быть, дело не в самоизоляции или в каких-то своих важных делах, а в том, что люди действительно принципиально не пришли на это заседание, чтобы не голосовать. Я далек от такой мысли. Тут принципиальности никакой нет, и дело не в коронавирусе. Дело в том, что теперь все понимают, что дело рук утопающих, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому все спасают себя, все спасают свой бизнес. У нас большинство подавляющих депутатов – это бизнесмены. Им не до пустяков этих. Они там с этого, что называется, гешефт никакой не получат, и прибыли не организуются. Да, от того, что они там ручкой помахали. Ну, все же подумали, ну, я не приду и без меня выберут. Решение-то принято. А вот смотрите, как получилось. То есть вам кажется, что дальше-то эта история уже не должна была продолжаться? Просто так получилось? Конечно, так получилось. Но, понимаете, ты как, вот такой произошел черный лебедь. Все вроде хорошо, все запланировано, и тут на тебе. Никогда такого не было, и опять вот получилось. По поводу Дмитрия Осипова, да, вы уже сказали в первых секундах этого эфира о том, что все-таки, скорее всего, именно его и ждает нам, да, на посту главы администрации. И действительно говорят, что он снова собирается участвовать в конкурсе. Ну, вообще, правильно ли это? Ну, со стороны-то это как выглядит? Ну, как это выглядит со стороны вообще, в принципе, интересует... Ну, вот если честно, положа руку на сердце, там, ну, вас и меня в данный момент. Больше-то никого не интересует это. И кто бы там ни был главой администрации, для простого, обычного, замечательного, уважаемого кировчанина, вообще ничего не изменится. Зимой будут сугробы, летом будут пыльные бури. Все, система-то власти не меняется. Какая разница там, какая фамилия на кабинете сейчас будет прикручена, эта планочка с фамилией, там, Осипов, кто там... Я забыл даже, как звали, господи, Шульгин, вот. Ну, прошло-то времени, да? Какая разница? Мы уже просто не успеваем отслеживать и запоминать эти фамилии. Ну, а в данном случае в чем проблема? В том, что не мы выбираем или хоть кто выбирает? Да, хоть кто выбирает. Вот если бы мы с вами выбирали, это было бы, конечно, лучше. И там большой путь начинается с первого маленького шага, да? И это бы надо делать, чтобы всенародно избирался мэр города Кирова. Это большая, это административная столица, да, Кировской области. В любом случае народ должен его избирать. Ну, вот мэр все-таки это Елена Коварева сейчас, да? Глава города, сити-менеджер. Да, я имею в виду. Вот видите, мы даже путаем. Надо бы объединить. Надо бы объединить. Ну, мы с вами об этом уже говорили. Так, конечно, лучше бы выбирал народ. Вот это раз, это первое. Но даже если сейчас в данной политической ситуации объявят такие выборы, знаете, сколько будет кандидатов? Ну, два опять. Один технический, другой Осипов. Все. А чем мы, например, отличаемся от Иркутской области, где было 29? Так, заявиться-то можно хоть 129. А кто получит, значит, преференции, кто получит деньги, тот и выиграет. Ну, то есть там тоже какая-то игра своя политическая была? Конечно, безусловно. Ну, в любом случае. У кого будут деньги, вы знаете, если не знаете, расскажу. У кого деньги, тот и выигрывает. Выборы. Все. Если вы думаете, что это там личная заслуга каждого конкретного человека, индивида, да нет. Сейчас выборы выигрывает тот, у кого есть деньги. Кто больше в избирательную кампанию вложил денежек, тот и выиграл ее. Все. По-другому никак. Выборы уже давно покупаются и продаются. И это все происходит на наших глазах. Только глаз наш замылен, и мы не видим очевидных вещей. Ну, в общем, я правильно вас услышала, что вот это вот нет, оно было не Осипову вовсе, да? Конечно. И дело не в его каких-то заслугах или не заслугах. Или недостаток, когда это в любом случае это процесс переговоров и процесс влияния на власть, которая назначает господина Осипова на данную высокую, безусловно, и ответственную должность. Но я к чему подвожу? Опять же, вот у нас в студии говорят, да, люди, что Осипов, он там, проработав уже два месяца в администрации, как бы, как говорится, никак себя не показал. И вообще мы вроде бы тут живем сейчас уже четыре месяца без главы, да, и не заметили этого. Вот вы как считаете? Так все верно, люди так говорят. Действительно, что есть у нас глава администрации, что его нет, а еще меняется. Солнце встает и заходит. Люди, ну, на самоизоляции, кто-то считает, не нужно находиться на самоизоляции, не находятся. Я не знаю, как город не прибирался, как он был грязный, так он и сейчас грязный. Что изменилось? Еще не изменилось. То, что Осипов себя никак не проявил, ну, он же работает, зарплату получает, дает интервью. Ну, не очень-то дает интервью. Не очень, да, может, не всем дает интервью. Ну, не знаю, я тут проходил по улице Орловской, значит, журналист там дает интервью, что-то комментирует на фоне развалюх. Ну, ничего не меняется. И действительно, и не изменится. Менять-то надо систему и политическую систему власти. Вот что надо менять. То есть ждать какого-то активиста, который тут начнет... Ну, что, у нас же были активисты там в этом же, ну, в этом же Ройзман Евгении. Что долго он проработал? Конечно, нет. И такая судьба ждет каждого активного, ответственного. Поработает, покажет, вот как может быть, если все будет хорошо. Ну, имеется в виду не назначение, а выборы. И, соответственно, не учет своих личных интересов и группы влияния, а учет интересов жителей города Кирова. Вот как может быть. Все, это только единичные случаи. Ну, скажем так, они исключительны. И это не правило. Нужно-то, чтобы было правило, чтобы такие люди везде приходили к власти. И, по большому счету, мы народ, да? Мы же их нанимаем работать на наше благо. Мы работодатели. Кто сейчас их нанимает? Ну, явно не мы. Вот вся причина-то в чем. Перейдем к другой теме. Тема это коронавирус, в общем-то. Даже уже не знаю. Уже образ жизни, наверное, какой-то новый, да? Первое, что хочу вас спросить. Ваш бизнес – это отрасль пострадавшая или не пострадавшая? Скорее всего, вы потеряли часть клиентов, потеряли часть выручки. При этом, насколько я понимаю, ваша отрасль, пострадавшая официально, не названа. Все так и есть, да? Да, конечно. Вот расскажите вообще, как вы на себе вот это вот все почувствовали? И как теперь, понимая, что помощи ждать неоткуда, нужно из этого всего выкарабкиваться? Ну, выкарабкиваться мы будем только все вместе. Это в любом случае по отдельности у нас ничего не получится. Вместе – это что вы имеете в виду? Вместе – это имею в виду и государство, и бизнес, и жители Кировской области, и жители Российской Федерации. Так я вам больше даже скажу, вся мировая-то экономика тоже не на подъеме сейчас точно. А тем более Российская Федерация, где там и рубль упал, и нефть-то подешевела. Но у нас есть запасы. И вот эти запасы хорошо бы сейчас было потратить, я имею в виду резервный фонд, да? Потратить на поддержку бизнеса и населения. Даже, возможно, не бизнеса, а населения. Чтобы население могло себе позволить обычный уровень жизни. Это вот то, что все называют теперь вертолетными деньгами, да? Вы об этом? Я не знаю, что такое вертолетные деньги. Это когда всем раздадут какую-то определенную сумму. Но нам же вот на днях пояснили федеральные чиновники, почему они эти деньги раздавать не могут. Рубль, говорят, совсем тогда загнется. А я не согласен. Я не согласен, что он загнется. У меня есть подозрение, что денег-то нет в казне. Что эти деньги из резервного фонда давно потрачены. Я не знаю куда, но мне кажется, их просто нет. Может быть, конечно, я заблуждаюсь, но я заблуждаюсь добросовестно. Потому что во всех странах мира, вот у нас есть представительство в Регенсбурге, в Баварии, в Германии. Так там бизнесу просто за три месяца среднюю выручку по 2019 года перечислили на счет. То есть вот там ваша компания получила или нет? Или вы не считаетесь местным бизнесом? Мы не считаемся бизнесом, зарегистрированным на территории Германии. Но наши коллеги там все малый бизнес получили именно так. Но это я вам там точно говорю. Мы работаем там. Соответственно, они на этот счет не переживают. Они спокойно соблюдают самоизоляцию, карантинные меры. И они знают, что государство за них постоит, и государство не даст им пропасть. А вообще, извините, можно перебью вас, учитывая, что у нас в студии такой человек оказался, который работает и здесь, в Кирове, в России и за рубежом. В Европе. В Европе, да. Можете ли рассказать, насколько разные сейчас полюса, как устроено все там, как вы там работаете, как здесь, и насколько просели вы в Европе и здесь, в Кирове? Хорошо. Смотрите, есть, скажем так, разный подход в Европе тоже. Вот, например, у нас коллеги временно, там, большая часть регенсбургского, то есть, вот, германского офиса, уехала в Швецию. Благо, это сделать легко. Ну, границы достаточно прозрачны. А там нет ограничений. А в Швеции их нет ограничений. И мы там работаем очень спокойно, хорошо, в том числе, там, на удаленке, регистрируем компании для российских граждан в Европе. Кстати, спрос повысился, хочу вам сказать. Вот. И, соответственно, там проблем нет. В Германии все гораздо строже. Там карантинные меры, ну, там и государство платит и стимулирует соблюдать эти карантинные меры. В России ситуация немного другая. А давайте о России после перерыва. Давайте. Уйдем на полторы минуты на рекламу и вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. Своё особое мнение высказывает управляющий партнер международной юридической компании «Кастин» и партнеры Олег Кастин. Олег, вот как раз представляю вас как руководителя международной юридической компании. Поговорили уже о том, как ваш бизнес в Европе живет. И вот теперь о том, как в России дела обстоят, разница в Европе. В Европе вы сказали, что продажи, не продажи, наверное, дела ваши, услуги ваши даже, дела улучшились, количество услуг увеличилось. А как в России? В России с введением вот этих карантинных мер, мы будем тут четко говорить, что это, конечно, не карантин, он не был объявлен, но карантинных мер и самоизоляции, конечно, поток людей к нам, если мы раньше в месяц порядка двух тысяч консультаций, вру, конечно, ну, полторы-две тысячи консультаций в месяц мы оказывали гражданам, то сейчас он снизился. Ну, сами понимаете, сказали сидеть дома, ну, и, соответственно, люди сидят дома. Ну, кто же пойдет к юристу там о чем-то говорить? Дождутся, наверное, окончания вот этой самоизоляции. Ну, и все, наверное, чувствуют, что кошельки все худеют и худеют. И кошельки стремительно, стремительно, да, худеют. Хотя, конечно, было сказано президентом, что вы там с сохранением заработной платы, нерабочие дни. Но, положа руку на сердце, многие предприниматели на сегодняшний день значительно сократили свой штат. Значительно. И ни о каком сохранении заработных плат, конечно, речи вообще не идет. Дай бог, если там, ну, 50% у нас не потеряют в малом бизнесе, я имею в виду, рабочих мест, ну, это будет замечательно. И предприниматели это прекрасно осознают, что никто им, государство, я имею в виду, не поможет. Даже те отрасли, которые формально признали пострадавшими от коронавирусной инфекции, да, и отведения этих карантинных мер, даже они всерьез не рассчитывают на государственную помощь и поддержку. Потому что очень много... Потому что так фильтров много, и они такие для малого бизнеса, конкретно Кировской области, просто неосуществимые. Ну, это нереально просто их всех соблюдать. Вы говорите о федеральных и о региональных мерах? Да, сейчас у нас идет торг о каких-то там снижении по ставок и налогообложению по упрощенной системе, да, так ее надо вообще отменять. До конца, там, 20-го года точно нужно просто обнулять эти ставки. Нельзя сейчас гнобить малый и средний бизнес. Ни в коем случае. И бизнес-то это четко понимает. Они-то видят, что там еще неделя-две, и все. И они уже просто никогда не откроют свой бизнес. А вы какой-то выход видите в этом? Выход, конечно. Для нашей компании я выход вижу. Я про вашу как раз спрашиваю, да. Мы-то как бы переориентировались и, условно говоря, и были готовы к этой ситуации. И сейчас запустили замечательную такую услугу, которая великолепным, там, зашкаливающим спросом пользуется просто. Это банкротство физических лиц. Это значит списание долгов. Это механизм, который прописан в федеральном законе. И то, что сейчас подскочило. И вы представляете, если сейчас мы всех, там, вот этих людей примем, и они смогут себе позволить недешевую процедуру банкротства, да, физического лица, либо юридического, либо ИПшника. Вы представляете, какой будет кризис неплатежей? Это будет просто, ну, я вам хочу сказать, что это цветочки. То, что мы тут на самоизоляции-то посидим чуть-чуть. На самом деле это же эффект домино произойдет. Вот, расчеты не будут производиться. Экономика реально Кировской области может просто встать. И в связи с этим, там, эти копейки, которые выделяются на поддержку, там, малого и среднего бизнеса, ну, это, ну, просто как мертвому припарка, на самом деле. А насколько резко вы изучали этот вопрос? Насколько резко вот возросло это число сейчас банкротств вообще спроса? В два раза. Ну, в среднем в два раза. По крайней мере, вот на сегодняшний день та статистика, которая у нас есть. То есть, там, если раньше у нас обращений было где-то в неделю, наверное, штук под 15, да, с такими запросами, то теперь 30-40. Вы на Киров только работаете? Я вам про Киров и Кировскую область говорю. Это только Киров и Кировская область. И это бизнесмены все и прекрасно понимают, да, переходя к бизнесу. И в связи с этим, вот, стихийно, я бы так сказал, благо, там, позволяют сейчас современные технологии, организовываются некие площадки и сообщества бизнесменов. Вот, если интересно, я могу вам рассказать. Есть такая площадка в Телеграме. Вятский бизнес называется. Ну, там много известных людей, достаточно, там, не первый год в бизнесе. Они организовываются вот на таких площадках, обсуждают свои проблемы и планируют ведь уже и действия. Начиная там от пикетов, заканчивая коллективными и индивидуальными обращениями к омбудсмену по поддержке предпринимателей, по защите прав предпринимателей по полу. И я знаю, что много уже писем лично ему с требованиями, с требованиями, не с просьбами, не с предложениями, а с требованиями в соответствии с федеральным законом 209, и есть такой федеральный закон, учитывать мнение каждого конкретного предпринимателя при формировании государственной или региональной политики по поддержке малого и среднего бизнеса. То есть, люди уже понимают, что настало время требовать. Как сейчас власть будет с этим справляться, я не знаю. Холодильник явно побеждает, телевизор, ну, вот эта классическая ситуация сейчас складывается. То есть, как будет Попов реагировать, как будет губернатор реагировать, потому что предприниматели начали уже требовать. Все, игры закончились. Дальше могут быть серьезные последствия. Предприниматели начали требовать. Я теперь перехожу вот по поводу ограничительных этих мер, да, к вопросу. При этом там торговые центры, салоны красоты пока не открыты. И точно нам, когда они откроются и не говорится, вот нам в связи со всеми этими требованиями ждать скорого открытия или все-таки нет? Ждать скорого открытия не нужно. Я вам не по секрету, а открыто говорю, что большинство салонов, предприятий, все работают. Они все работают. Вы видели нестриженного губернатора? А где он подстригается? Ну, давайте вот так. Я уж извиняюсь, что все про губернатора, но тем не менее, ну, как бы, у женщин, у всех, у наших прекрасных, да, у всех маникюр замечательный. Ну, это понятно, что все работают на дому, там ушли в теми и так далее. Так вот, у меня и вопрос. Если все и так работают, если государство не может контролировать и не может всех засадить... Не проще ли открыть внимание вопрос? И сказать, открываем официально, ну вот, есть требования санитарного характера. При этом вы говорите, что ждать скорого открытия нам нет смысла. Нет, конечно. Прямо сейчас надо открывать. Они все и так работают. Посмотрите правде в глаза. Если мы боремся за здоровье населения, то гораздо правильней открыть все эти заведения и обеспечить там нормальный санитарный порядок. При этом вы считаете, что их не откроют все равно? Конечно, не откроют. Пока у нас верховный главнокомандующий Путин ВВ не скажет с телеэкрана и не подтвердит это письменным распоряжением, да, нас ничего открывать не будут. Подождите, Путин накануне ВВ сказал о том, что регионы сами решают, что им делать. И все равно мы будем еще чего-то ждать? Да, мы будем еще чего-то ждать, особенно в Кировской области. Почему? Ну, просто потому, что по одной простой причине, что губернатор лично отвечает за все эти процессы, а губернатору, извините меня, в любом случае зарплату заплатят. Ну, вот если он допустит резкую какую-то вспышку или какие-то произведет неправильные действия, так он лучше будет ничего не делать. Это же известная чиновничья тактика, лучше ничего не сделать и процесс заволокитить, чем что-то сделать и потом получить по шапке. Просто потому, что население-то его не выбирает. А получить по шапке за то, что проседает экономика, нельзя? А она у нас давно уже просела. И там малый и средний бизнес, по большому счету, огромного влияния на эту нашу экономику замечательную, но многострадальную, он никакого не оказывает. В основном оказывает продажи углеводородов на нашу экономику, с которой сейчас все плохо. И поэтому на этом фоне падения поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса, он скажется так себе. Ну, как бы комаринный укус. То есть вот эта история о том, что говорят, там регионы бросили, регионам сказали самим как-то, значит, самим бултыхаться и плыть к берегу, это, в общем-то, неправда, да? Потому что регионы все равно смотрят на Москву. Безусловно. А на кого им смотреть-то еще? Ну, они же все завязаны вот именно на администрацию президента, на самого президента. Не на народ, не на тех, кто их там содержит и дает им кусок хлеба с икрой, яхтой. Еще вот один вопрос. С бизнесом понятно, да? Бизнес умирает, бизнесу нужны деньги, бизнес начинает работать, пусть и нелегально. А можете ли вы мне объяснить вот позицию кировчан, которые там индекс 1,6 Яндекс показывает, да? Все кировчане на улице, большинство из них не бежит на работу и еще куда-то гуляет. В парк я иногда выхожу вечером, там постоянно шашлыки. Вот это вот как можно объяснить? При этом губернатор обращается каждую неделю регулярно к людям и просит их быть дома. Ну, давайте начнем с того, что губернатор не авторитет для наших замечательных с вами граждан и соседей. Мы все же видим, по улицам ходит, особенно в майские теплые дни сколько человек. А кто авторитет тогда? А никто, авторитетов-то нет. В этом и проблема. Мы же их не выбираем. И все это вышло потому, что вот то, о чем вы говорили в начале программы. Деньги закончились, лояльность деньгами не подкрепляется. Все, значит, вот вы нам не даете денег, заставляете нас сидеть, так мы погуляем. Умрем, так умрем. Жизнью это назвать для некоторых людей и даже и не получается. Ну, как они сами формулируют. Хотя жизнь прекрасно замечательная и нужно в любом случае стараться и как-то выбираться вот из этого положения, в которое мы попали все сейчас, некоторые больше, некоторые меньше. Вот у нас две минутки осталось. И вот действительно я люблю всех спрашивать не только о плохом, но и о хорошем. Вы уже начали говорить по поводу того, что бизнес объединяется, да, ищет самостоятельно какие-то новые, не знаю, новые пути развития, пути выхода из этой ситуации. Вот можете ли вы, может быть, о себе, о своей компании сказать, да, как вот эта вся ситуация вас, может быть, направила на что-то новое, сделала лучше? Сильные выживут. Сильные те, кто готовы меняться. И в любом случае вот у нас в компании там есть слоган, это не мы придумали и, наверное, уместно было бы этим закончить там, да, нашу программу. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Это сказал Теодор Рузвельт, президент США, нобелевский лауреат. Мы этим принципом руководствуемся, и у нас получается. И это эффективно. Все, что происходит вне нас, вне нашего контроля, ну что делать? Мы это учитываем. Ну то, что зависит от нас, мы все сделаем для того, чтобы улучшить и свое положение, и положение своих работников, и тех людей, кто к нам обратился. Ну вот это все, это что, поиск каких-то вот новых услуг? Новых форматов работы, новых рынков сбыта наших услуг, все, что угодно. Каждая ниточка будет нами использована и вплетена. Ну вот это что-то конкретное, вот кроме, вы рассказали о банкротстве физических лиц, это интересное. Что-то еще конкретное, какой-то новый формат, новый рынок. Очень все просто. Например, мы сейчас все больше и больше уходим в цифровую там сферу, да. Мы работаем удаленно. Мы координируем наши услуги уже, соответственно, и оказываем удаленным. Мы работаем с судами удаленно. То есть все, что готовит нам испытания, вот эта жизнь, мы в свою пользу это, значит, переделываем и используем. Какой-то шаг к новому будущему, наверное. В любом случае, да. Спасибо вам, Олег, за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. До свидания. Благодарю вас, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры сделал DimaTorzok